За этим забором непосредственно находится тот самый коллектор, который наделал немало шума в микрорайоне Онтустык. Сегодня власти, которые обещали о том, что дома останутся все в целости и сохранности, идут масштабные работы по сносу жилых строений. Семья Мандалиевых собственными руками рушит дом, в котором прожили более 35 лет. Помимо Мандалиевых, без крыши над головой остается и семья Дмитриевых. Дом Павла расположен прямо на коллекторе. Суд постановил, кроме сарая, убрать и два метра дома, а это большая его часть. Новое жилье на маленьком участке строить негде. Где будут жить Павел и его брат, мужчина пока не представляет. А здесь строиться уже негде. Так, если получается. Уже земля даже не годна. Да. Там, получается, 3-4 метра остается, если по всем этим нормативам их нет. А сейчас какое решение ищите? Да ничего, вот все. Пока ломать и все, да? Сейчас пока ломать и все. А где будете жить? По родственникам? Не знаю, где. Помимо затрат на большую стройку, в преддверии холодов, горожанам придется заплатить и административный штраф. За каждый день просрочки набегает пеня. А сейчас все ломают подряд. Еще 106 тысяч штраф удел. Куда это годится, я не знаю. Вот из-за этой канализации у нас проблемы получились. Когда пришли комиссии, пришла с водоканала, все русские мужчины были с России, была комиссия. Сказали, никто вас трогать не будет, ломать не будет. Мы будем реализовать, у вас все будет нормально. А сейчас затаяли, вот все ломать, все ломаем, все. В надежде на справедливость и горожане обратились к народным избранникам. При прокладке обводного коллектора обещали, что не будут ломать дома. Но на сегодняшний день водоканал подал в имбекшинский суд иск и вынес решение о сносе. Как это? По словам специалистов, на старом канализационном коллекторе расположено 210 объектов. Это и дома, и сараи, и заборы. Как уверяют представители ТОУ, водные ресурсы Маркентик, 70% жителей микроэна Онтустык уже имеют на руках судебное решение. И это, несмотря на то, что в свое время заместитель Акима города при подключении обводного коллектора пообещал, что дома сносить не будут. На первом этапе мы уже закончили прокладку отводного канала. И после завершения работы опасности для местных жителей не будет. Их дома не будут сноситься. По прошествии нескольких месяцев это решение было пересмотрено. Взвесив все за и против, суд постановил – объект на коллекторе снести, безо всякой компенсации горожанам. Возникла вот такая ситуация. В связи с тем, что нам срочно необходимо было, проектом было предусмотрено о том, что рядом проходит труба. Но дело в том, что старая труба, которая имеется, она остается на балансе у нас. Мы ее будем эксплуатировать. Она не будет останавливаться. Отметим, что большая часть жилых построек в микрорайоне Онтустык была построена еще в советское время. Шимкенцы уверяют, что большинство из них даже не догадывались, что их жилье расположено над опасным объектом. Дома спокойно продавали, покупали. И все это с согласием земельного комитета. Снести хозяйственные постройки и заборы люди готовы хоть сейчас, чем, собственно, они и занимаются. Единственное, о чем сегодня просят горожане – не трогать их дома. Хотя бы до весны.